да нет надоело надоело уже все достал чай как что делать ну реально ну что делать насколько можно не знаю у тебя достало я достал что начали чай достали опять или снова что это чай говорят чаек только чаек как говорили какой запах какой-то приятно и обратил внимание кстати нет этих лепестков жасмин на практически я нашел потому что это закорючка такая же смену это не считается одно что надо штука не считается как раз и оставили там для того чтобы показать что она там была я понял сверх задачу в противном случае можно было подумать что его там не было сам чай пахнет хорошо а когда хороший жасмин делают то стараются сделать его так чтобы в нем было природный аромат и жасминовый всего короче до кучи всего было много а я про что вообще говорю и краю тоже предметно прикольно хорошо я на самом деле про что говорил последнее время постоянно кто-то что-то дарит причем в большом количестве ешь не понимаешь что это за нафиг это пить нельзя как такое может делать я просто постоянно наблюдаю за людьми когда им дают вам нравится зеленый чай вообще привет какой-то это пить нельзя с ним полностью согласен если такой чай пить и пить нельзя но люди как-то умудряются продавать один пить хороший чай поэтому конечно будем промоции зашкаливают каждый раз на шапку кстати похоже на китайскую вот эта штука я примерять не буду мне кажется еврейская тема теплашка такая подача за такие резиночки сделать вот и мне кажется еврейская тема чисто еврейская не тогда это конечно конечно понял наш тема а чё все я достался вот и ну что китайская теперь так ну самый традиционный китайский вот и я никогда не думал то есть у меня кстати есть из этой пить я вас уверяю на ты принципе и я вот я сушечки и я сушечки на дни и лишние да а вот вот это я я это покажу вообще у меня несколько на десятков вот мне вопрос прогревать мы их будем или нет однозначно давайте достать единственное здесь сложнее все прогреть вы потом я думаю щипцами не возьмешь я не рискну конечно тяжелые взял здесь планировку нужно взять то можно но это не ну ты взял и держишь круто ну что прогрел замыть да пахнет ананасами чай что вообще ананасами пахнет чай жасминовый да а поэр пахнет репчика я вообще ничего не понял все перепуталось что вы делаете как меч вынимается из ножен так звенит гайвань крышка гайвань говори там много по цену набивайте на гайвань да уж дальше набивать некуда и так люди предлагают купить тысячи тысячи рублей да чашка это гайвань до сих пор не продаваема я объясню все таки это опция многие думают что это прикол это на самом деле не прикол вот это наша купеческое русское старое чаепитие чай пили из блюдец все вспоминаем кустодиева художник такой был не ругайтесь замечательный и купчиха такая с этими малёвами это было щечками показывать и на сенок он что во первых это летняя чашка максимально раскрытые сделано в китайской традиции во вторых я даже не как там смотреть вообще по форме похоже на блин и прочее в третьих чая встывает быстро в жаркую погоду самая будет тема попить да как подавать не проблем как вы брать будете в чем проблем да конечно конечно слушайте это же быстро получается мы иногда говорили по поводу того что чай горячим пить нельзя то есть его можно пить но в принципе для слизистые не очень вкусовые характеристики а здесь все быстро было теперь только так вы не пить влили он сразу раз но мужики вот так должны держать а девчонки двумя руками мне кажется сейчас к нам придет огромное количество армия вообще тех кто здесь работает вокруг потому что запах он вот на эту кулу и руки кстати хорошо греет мне сразу ладонь так прогревает здорово да я как прям поэтому и зимой можно вспоминается такая рука мы так и так руки-ножницы сейчас вообще-то лето зачем прогревать этот принцип просто такой выбирайте то что вам понравилось если дома холодно мне понравилось сыпать никого нет вам понравилось потому что чай пока блюдца не понял я я предлагаю завтра уже в эфир вы вынести китайский вера форовые блюдца большего размера понюхай попробуй традиционный способ это сделать страны сейчас запахи не буду говорить ко мне ассоциации пошла отблюдец потому что образы знаешь пошли конкретная чай или все-таки сказать я не знаю я просто скажу я не но как-то классно логический музей почему-то красивый реально красивый очень приятный аромат у него послушайте вы разливаете весь чай я думал вы налили тут сейчас так даже китай мы сегодня разговаривали по поводу того сколько наливает китае и что один раз вам в чайной наливали налили больше даже слили и на меня причем вопрос здесь я там еще как бы сильно показывали как надо сделать это да это было интересно это тук-тук это если мы с радио достучаться даже сейчас это небес хотя должен тот кто принимает мало это не формат просто я понимаю рука не набита еще вопрос как люди пили дома и что и что-то или до вот никак они потом сменялись китайский чаек они вот так вот любали вот особенно чек-чек особенно зеленый мы сюда не похожи на блин пуэра обратил внимание блюдца блин блин пуэра идеально мне это чат остается ромать на самом деле то по факту эта тема она как бы ключевым звеном проходит регулярно регулярно стал что делать ну да регулярно пробуем да вот гостей там знакомых кто занимается чаями и каждый раз удивляюсь ребят вы продаете ну это же нельзя продавать ну не говоря о состоянии а уже в процессе но его пить сложно и ты думаешь поэтому достает а что с этим делать пить хорошее бросать то что достало ну и начинать двигаться ладо еще проще у нас есть то что можно пить то есть я еще допустим просто достал чаю те ничего нет это не знаешь что делать не на самом деле я просто завалил он налил блюдце и задумываюсь о тех людях которые вступают на путь просто вот чайной традиции есть желание может быть у кого-то слышали что ее китайский чай это классно начинают пить говорит ребят да идите вы своим чаем вы чего лесен как ты говоришь на блесен до весы вообще на самом деле здесь еще отрабатывать сбалансировка и не говори пальцев организма для того чтобы если пролезть на самом деле когда их меньше тут еще они действуют лучше должны были действует более эффективно можно оттренироваться хорошо ну пробуждает на чем даже не достала прямо зашел как говоришь конкретно а вот я даже думал о том чтобы взять чем ведь там кружек какой-нибудь но вполне можно китайскую гайвань и русской блюдце давайте подведем итог а итог таков что чай достать не может а если он достал ищите хороший чай да и он вас доставать не будет он будет приносить радость я надеюсь своими постоянными переменами вы найдете хороший чай хай